вам видно что-то не слышно там видно подождите как плохова хорошо видно видно он спрашивает вас хорошо его видно его хорошо нормально все а как слышимость у нас записывается выставляется в интернет вы не против против я вас слушаю говорите пожалуйста сначала кто вы откуда вот это назовите потом чтобы меня зовут александр я в краснодара вам звоню а как вы вышли на нас я давно с вами наблюдаю смотрю ваши ролики уже где-то второй год ну а как вы первый раз то вышли даже два года назад как в интернете нашел мне всегда интересуется по какой причине какой-то вопрос решать как вы наткнулись на меня смотрел когда никита колесников вам приехал первый раз как правильно молиться по четкам можете разъяснить ну вот я и покажу сейчас как щетки у нас написано я вам в конце скину материал описывается как вот пальцы чтобы учились перебирать это назовем их бабушки вот по одной вот она перебирается ну разное бывает у сарабрясов щетки называется у нас вот это нет у лес это лестовка у нас щетки называется вот их видно которая под это 10 10 10 по 10 но те 10 кланяюсь господу иисусу христу у нас это записано какие слова но так как бы образно 5 10 богородица ангелу-хранителю и она крестителю святителю христову николе потом все пророки потом ангела архангела херувимы серафимы небесным силам вместе с апостолами и евангелистами потом мученики и мученицы отдельно святые отцы и потом жены и девы вот это 10 по 10 кланяемся сначала прочитаем царю небесный да очень наш это называется три святое это всегда в церкви на этом начало и своими словами на утром это у нас молитва мы считаем псалтырь одна слава и и по молитва слову господу иисусу христу богородица ангелу-хранителю вот у нас как раз потом чтение слова божие рассуждение у меня второй вопрос в библии указано прочёте про чтение молитвы нет не указано но давид говорит так 118 столом 164 стих 7 кратно в день прославляю тебя 7 кратно а как узнать 7 кратно до 7 до считать а может 6 а может 5 он говорит 7 кратно поэтому минимум когда 7 уже сказано так позвать и здоровья на славу иисусу христу ты молодец сядет а рядом сущий чего повторить меня ясно у романа малыша как дела в городе нахожусь а он там мы только сейчас сидели за столом и рассуждали вот батюшка наш отец окормляющий брат мой он только его увидел он сразу сказал этот человек какую-то нам неприятность сделает он не а мне никак лучше романа никого не было мы такие были вместе везде работали растут но там понимает земля плоская но только делов ты тебе это на работу не влияет ну мало ли какие бывают у людей мнения но другого у нас разговора не было на ту тему я один раз крепко выговорил доказательства дал он не принял все мне зачем время тратить он у него машина он куда не позовешь он безотказный такой такой выдумщик ну там по деревьям на деревья повалил которые росли прям внутри деревни то это никто не мог сделать а он один еще при том это ну и всегда в безотказный то но и ребята мои у него работали всегда даже вот ну алипусеньку и не было у меня подозрения что у него такое есть я отношу это не болезни просто одержима сибисовская это необъяснимо никак еще он без без новатый бросается человека за горло кусает рвет его умерщвляет какая ему польза вот у него такое начал строится ему помогали бетономешалки работали таскали все он фундамент заложил на этих нас ванна сваях то нынче только закупил всякий там товар такой для строительства там большой камаз нанял ну прямо даже я только думал как бы ему помочь на летом ребят да думаю кто еще приедет на крещение я как-то постараюсь поговорить чтобы остались и помогли ему и вдруг сейчас разбираемся никто не может понять почему его паспорта не записали то тут главное что я виноват он приехал в лагерь а лагерь был как раз расформировался и вот это суете то и лагерь закрывался закрывался а документы куда-то то ли сдали в архив или куда надо везде смотреть теперь но теперь-то просят он не дает паспорт теперь землю надо оформлять без земли то он даже гражданство не оформил но говорил что я осенью зимой поеду на украину и пять лет уже тут он но я садил а что государство так не может это государственного просто но он как-то поднялся тут нам-то что мы вложили в это все наше селение одно такое на всю россию не пить не курить не материться не воровать все верующие школа государственная храм построили дороги все своими руками государство нам ни копейки не дала здесь а учителя получали поэтому если ему это ничего не значит а государство так не оставит такое мы его приютили то она ударит по нам и мы сейчас начали уговаривать тот ролик записали он не батюшку никого не слушает мы обязаны просто себя защитить а это защитить мы обязаны в органы сказать мы виноваты мы это и сделали проголосовали у нас нельзя в органы обращаться самостоятельно надо сначала общее собрание видели да ну и проголосовали пришлось обратиться теперь чтобы нас не обвинили на мне роман доживен и такой даже пуска даже он враждебный пускай он живет но так и получается никак вот сейчас сидели за столом и говорили вот ну почему мазепа изменил петру первому во время войны он повернул ему штыки в спину но почему почему ему шведский король оказался ближе чем русский император ну сказал бы раньше сказал я войска не могу дать тебе и отошел там как махно батька там или ну не было это даже намеков романа не было не было но в первый же день я уже заметил у него молитва на молитве он считает не так я просила что-то как будто там второй голос у него который с насмешкой над молитвой это мне открыто было я попросил ребята записали он сам даже пожаловал и тогда сам прослушал засмеялся но я опять не обратил внимание ну что это именно демон в нем говорит я ну такое было чтобы мысль то ну как будто и не было вот слишком хорош был для меня поэтому для меня потеря а у меня следующий я в алтаре служил алтариком но мне нет теперь облачение алтаре да это нарушение церковных канонах служение в алтаре посмотреть там такое есть у симеона солунского кажется у него там есть это такая книга специально еще щит веры на это указывает подробности все это у профессора скобалинова еще очень большая книга дореволюционная он профессор киевской академии был но относительно одежды в алтаре бывают я чтец у меня одежда все я не люблю это она она мне как бы отдаляет от людей я поэтому другому счету ее подарила отдал тем более она мне по росту сшитая своими сестрами ну и все и я нигде не знаю сказать ничего не могу может какие-то новое правило но я захожу в алтарь вот такой одежде вот как сижу сейчас а там метрополит меня вызывает я там евангелие благословился чтобы сказать проповедь притом не один епископ митрополит и мне но не никто не не понуждал к этому то есть в этом греха никакого нет но чтобы нажимать и ты не можешь без одежды за это не знаю я же не священник священнику там обязательно там надо ему надеть там и петрахи или проще не могу я это так вот твердо сказать только такой вопрос как мне начать благовестия по библии чего начать другими пояснятия слова у вас какой-то шум там прорывается сильный так как начать благовестия по библии для тех кто крестился но не может уверовать нонсенс называется что крестился не может уверовать и крик кто будет веровать и креститься если он крестился как он крестился без веры это не нормально это и тогда я не такого библия не отвечает тут определенно ребенка учит ходить на ногах не на голове и поэтому а как на голове ну к артистам будет когда-нибудь взрослый тогда может быть научиться вот это ответить это так вверх тормашками вот так вот а трусы надеть через голову так не получится так вот просто а ответить на это это любовь вот у меня как было я работал на корабле и в это время уверовал 23 года что бог есть что нельзя там грех мне это все было матери вложено я молился прятался когда где-то наблюдали чтобы тайно молиться в армии везде но вот а поворота именно по по евангелию я слова евангелие не слышал библия только в отрицательном смысле слышал и мне и удали в 23 года в руки я ну буквально ну на 10 20 может было я один в комнате была никогда зашли я уже на молитву готовый я встал принес богу покаяние в жертву христа поверил и у меня все изменилось и уже в этот же вечер когда я ступил снова на корабль ну там катерок нас возит на берег я уже начал благовествовать у меня сразу все изменилось и я высшим мореходом училище одновременно учился отобсюду пришлось уйти я не мог я не хотел бы сказать да это мне во вред мысль нет еремея говорить я хотел усиливался молчать но внутри меня в костях моих в костях как огонь был разлит и он меня побуждал сказать люди погибают не знают но как я могу молчать и мне говорят замолчи не могу я молчать так вы тебя но это дело другое а я не могу не могу потому что вы не богу бога не знаете умрете и в ад пойдете это это этому нельзя научиться это внутри огонь в костях это не ушами я услышал а внутри дух святой вложил меня любовь к этому человеку чтобы он не погиб ну и у меня сразу стали появляться друзья люди обращаются каяться начали то есть меня бог обильно благословил миссионерская работа это не благовестническая евангелие раздавать это только дух святой делает поэтому миссионерские отделы это на раз самая большая обманность обман сегодня в церкви этому научить нельзя ты должен только молиться поститься и знать писание и тебя бог будет показывать кому сказать да люди то разные он покажет тебе 100 человек вот прям ему подведет и скажет вот это это нельзя объяснить это бог делает так этот у меня стихотворение 3467 психов я сегодня считаю я их не могу признать своими они настолько выше моего умственного развития и столько там заложено с двойным стройным под текстом это нельзя так сделать я не специалист они там ямбы рифмы там не может где-то не соблюдается но они говорят самую глубину мысли переживали и направляет к человеку это к тебе стихотворение 36 строчек и напротив каждое место из писания откуда взято 36 раз надо открыть библию ну в мировой практике этого не было ни одно стихотворение у пушкина такого нет ни у блока него некрасова а как вы это додумал я не думал у меня рука сама написала вообразить три тысячи 467 полностью забиты рукой писал и ни одной помарки нигде нету просто как чистого листа писал так не бывает никогда а как я не могу объяснить я знаю это бог а он так делает как рукой говорится вводит и все мои заслуги нет награды мне за это нет потому что я не сидел пушкина до 20 раз меняет вот писал война и мир лев толстой кажется 18 раз что ли переделал начало ему не так у меня переделать ничего нельзя я один раз попробовал ткнул она сыпется все она буквально каждое слово другое цепляет и тянет его никак нельзя переменить иногда бывает так что сказано и кажется нельзя бы так говорить проходит несколько дней я вижу только так и не как-то по-другому потому что другое слово внутри человека не проникнет а тут от стихов люди каются ни один человек стихотворением пушкина не покаялся а здесь именно от стихов а что такое понятия не имею то есть я могу руками развести сказать не знаю я стою на молитве иногда мысль какая-то как осияет так я ни голоса не слышу ничего и это да тут у меня ручки лежите строчку написал все как только кончили молиться я сажусь уже остальные 35 строчек будут дописаны я просто говорю как но это один два раза внутри тысячи четыреста шестьдесят семь я решил узнать много это не мало это пушкин некрасов лермонтов и александр блок вместе взятый намного меньше и все это за 9 лет написано за 9 лет и за эти же 9 лет у меня 43 тома вышла тома тома книг из них 38 только в книжном варианте это нельзя это невозможно я больше 30 тысяч часов провел за компьютером я просто поясняю что моего ничего тут нету и глаза еще я вас вижу выживу в очках но это у меня такие зрительные я вижу что вы бритый пропало я вижу это вот а как вы скажете то что дворкина до священника дошел я не помню как раз священника говори болгарии казахстане которые проповедуют рожде по ютубу дворкин написал статьи я вам потом ее скину это головина головина владимир наверно в болгаре да я хорошо знаю я о нем сказал что все молились и он мне сразу владимир написал это из болгары что очень благодарят и я пригласил и летом они могут нам приехать он говорит мы ваша уже имеем с 80-х годов когда я в тюрьме был а он семинаристом был он сказал да сказал дворкин то но он никакой он совершенно никакой его учили в америке в израиле заслали сюда разрушать православие это самая большая ошибка он людей натравли друг на другу он никакой он три или четыре раза на меня наезжал но каждый раз откатывался был барнауле пригласили в университет где я веду занятия он не пошел а псевдоправославный там ну еще какие-то там слова говорит я его труды там какие считала он мои в глаза не видал ну у него и представление никакого нету он не может указать какие-то люди пришли сектант он их он уже в жилье видел-то в судах у меня-то по-другому я с ним беседу сектант делается православным и очень хорошим батюшкой он это не зато вот олег стеняев про меня это говорит а андрей кураев там которые у меня были они оба здесь а этот дворкин он был где-то в коза в новокузнецке выступала наш там был человек михаил кальмаев и говорит а что вы скажете о лапкине запиской но начал там городить то он стал тогда и говорит это не так ну мне так сказали и он тоже попятился еще с ним буду говорить то если бы тут было и вот так крепко что то можно было бы его зацепить и он бы тут он знал как вилять то тогда говорит как будто бы не ты сказал а я передаю о нем так говорят что он дурак а я его не называл дурак я сказал кто то сказал чтобы его прямо нельзя было призвать он я не утверждаю это такое общее мнение или предположить то можно что он дурак а я ему прямо в лоб выложу скажу ты неверующий о нем там много в интернете написано откуда он засланный чем занимается у меня ничего не было ни за границу профессор на липовый никто ему играть не присваивал сектовед главный такой должен секта сектоведа вообще нигде нету ну что я могу сказать о дворкине о нем главное у меня молитва не идет они взорами я молюсь а стерлиговой молюсь а о нем никогда не молюсь я не могу я его знаю александр леонидович там нет молитв просто нету закрыта как будто человек приговоренный о нем бесполезно молиться такое мнение но представь невзоров такой безбожник там я молюсь за молился за обаму каждый день молимся за эрдогена турецкого молимся вот за дональда трампа мы молимся а за дворкина у меня молитвы нету вот что это означает не знаю но у меня больше нет вопросов если что-то будет я вам напишу как у вас время будет попросить хотел вас вы зачем бреетесь то на работе просто обязаны нет нет это неправильно работа кончится а жизнь не возвратить какой-то есть такой-то и будь вот у нас на работе у нас в армии идут люди с бородами и никому не брели в армии учатся в университетах и не где-то работает следователь старший следователь по в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям он по командировкам там везде с бородой нас никого не трогать врач краевой больницы уважаемый с бородой и ну какой бы ни было должности в в университетах везде учатся все с бородами это нет это внутреннее ты нарушаешь то что бог установил ты не женщина у женщины собора растет это какие-то гормональные там ребусы разгадывать надо